МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы последователи. Который пройдет в середине июня. Вообще, мне кажется, мы такие организаторы, создатели традиций в нашем городе. Сегодняшний эфир будет подтверждать это. Во втором части нашей гости в частности встанет организатором Баркэмпа Дарья Ананева. Кроме того, у нас будут по телефону спикеры, которые приедут на это мероприятие и будут рассказывать активным жителям нашего города о самых современных тенденциях в определенной теме. Тему Баркэмпа озвучим по второму части. Да, но мне очень понравился список спикеров, которые нынче будут на Баркэмпе. И есть смысл абсолютно и говорить об этом, и приезжать туда. Тем более, что Баркэмп в Кирове пройдет в этот раз в непосредственной близи от города, и будет удобно туда добираться и там располагаться. Это все после 12. Кого мы туда в этот час призываем? Прийти и послушать нас. Это, естественно, наших коллег журналистов, общественных активистов, толсовцев, ну и просто заинтересованных горожан. Все, кто хочет, чтобы менялась каким-то образом среда в нашем городе, пожалуйста, с программой Баркэмпа после 12. Ну и опять мы говорим об изменении в позитивном смысле. Как мне кажется, так получится. Разные разберем вопросы. Об изменениях в городе. Обращаемся к нашему любимому дендропарку, лесопромышленному колледжу, который с 2015 года несет охранные обязательства на себе по дендропарку и все работы, которые там проводятся, лесопромышленный колледж взял на себя. Так вот, лесопромышленному колледжу в конце прошлого года, 28 декабря, был перечислен благотворительный платеж в размере 924 тысяч рублей на проект по благоустройству. Это первый такой большой благотворительный транш, который на дендропарк был перечислен за уж не знаю, сколько времени его существования. Но такого не бывало. Я, по крайней мере, не припомню, чтобы находились благотворители, социально ответственные предприниматели, которые включились бы в проект деньгами до момента 2016 года, когда компания железно проявила интерес к этому объекту. И тогда при помощи нашей радиостанции был организован проект дендропарк «Новая жизнь». И мы этот проект активно освещали. Потом был небольшой перерыв. И вот сейчас действительно «Новая жизнь», поскольку уже финансирование поступает и в городе, и в области идут совещания и рабочие группы. Так вот, мы пригласили сегодня к разговору Алексея Устюгова, директора Кировского лесопромышленного колледжа. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Напоминаем еще раз такой своеобразный оператор, да, дендропарка. Можно такую терминологию использовать? Мы сейчас разберемся. Да, и сегодня по телефону будет Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». Мы хотим понять, какие планы у партнеров этого проекта лесопромышленного колледжа, компании «Лукойл», которая перечислила 924 тысячи про проект благоустройства и у компании «Железно» на текущий год. Ну и кроме того, не надо забывать про наш опорный вуз, который техзадание так называемое готовит. А это я впервые увидела из справки, которые мы с тобой получили. Практически из рук заместителя председателя правительства по социальному блоку Дмитрия Курдюмова. Собственно говоря, мы от него оттолкнулись. Задав вопрос, Дмитрий Александрович очень оперативно нам выдал информацию. Итак, давайте сразу разберемся с деньгами, которые поступили в конце прошлого года в распоряжении лесопромышленного колледжа. Напоминаю, числятся они как благотворительный платеж. Что планируется сделать на эти деньги, Алексей? Ну, действительно, да, мы зимой 2017 написали письмо на директора генерального компании «Лукойл Перменифки Продукт» с просьбой выделить нам средства на реализацию проекта по созданию благоприятных условий. Почему именно к этой компании обратились? Сразу же хочется спросить. Ну, я бы так сказал, что у нас состоялось мероприятие зимой с визитом губернатора, представителей администрации города. И как раз таки вот две компании были на этом мероприятии. «Лукойл» и «Железно». То есть те компании, которые рядом располагаются с этим памятником природы. И вот после этого мероприятия как раз таки у нас такое совместное решение и возникло для того, чтобы помочь городу. Именно финансовый с финансовой поддержкой оказать. Да, обязательно. Ну, давайте уточним, что это было 26 декабря. Это была рабочая группа и выезд в Дендропарк, где действительно присутствовала Андрей Гаврилец, генеральный директор компании «Лукойл», где действительно присутствовал Юрий Захаров, директор компании «Железно». И там был глава города, сити-менеджер господин Шульгин и господин Васильев, губернатор города Кирова, представители Министерства Экологии там были и представители Лесопромышленного колледжа. Дмитрий Александрович Курдюмов там тоже был. Это было не случайное мероприятие, это был такой итог в череде переговоров, разных общественных обсуждений, субботников, которые там проводились специально, чтобы привлечь внимание к Дендропарку. И я бы сказала, что вот с этой встречи, где было принято решение, что да, всем предложениям, которые поступили от общественных активистов, от бизнеса, от представителей Министерства Экологии, от горожан, быть этим изменением. И мы будем вырабатывать совместный механизм, было сказано на этом совещании, для того, чтобы наилучшим способом реализовать благоустройство Дендропарка, который долгое время получал минимальное финансирование, об этом открыто говорили здесь представители правительства. Значит, все, кто заинтересован в этой новости, новости от 26 декабря, все абсолютно на СМИ города Кирова опубликовали. Совершенно верно. Итак, что было дальше? Дальше, собственно, начались череда совещаний с Министерством охраны окружающей среды, так как это не простой парк городского типа, а памятник природы, поэтому есть режим особой охраны, и чтобы реализовать проекты благоустройства, достаточно длительную процедуру нужно пройти. И, собственно, на этих совещаниях было принято решение о подключении Ивятского госуниверситета, и как раз-таки конкретизация наших планов по благоустройству дендропарка. Что именно сделать, да? Обсуждать что именно сделать, и в какие сроки. То есть, мы в соответствии с паспортом памятника природы имеем ограничения некоторые с 1 апреля по 15 июля. Можно поподробнее, что за ограничения? Вообще любая человеческая деятельность нет, ограничение хозяйственное. То есть, есть для благоустройства будет привлекаться определенная техника, в том числе строительная. Поэтому это у нас предгнездовой период для птиц, и поэтому любая шумная деятельность, она запрещена. То есть, все работы можно проводить только после 15 июля и по 15 октября, как я вижу, согласно. Ну, это в соответствии я бы так сказал, с погодными условиями, после этого уже достаточно проблемно укреплять грунт, ну, и делать вообще что-то, так скажем, для благоустройства. Поэтому я думаю, что, возможно, даже закончим и раньше. Это такие средние сроки. Итак, в январе и марте состояли серии совещаний в Министерстве охраны окружающей среды, где приняли решение о возможности реализации проекта, в том числе по созданию освещенной тропы в рамках действующего режима особой охраны территории. Цитирую я справку от департамента Министерства социального экологии, скорее всего. Дмитрий Кордюмов нам ее предоставил. Давайте мы поймем, что входит в те мероприятия, которые вы запланировали в этом году, а потом мы дальше пойдем. Проект, так скажем, разбивается на две части. То есть отдельный проект на организацию тропы благоустроенной с освещением это проект железно. То есть они его собственно самостоятельно вынашивали достаточно давно и сейчас его корректируют для того, чтобы согласовать с Министерством охраны окружающей среды. Но мы поподробнее Юрию Анатольевичу расспросим об этом как раз направлении. Есть собственно уже границы данной тропы и протяженность. А вторая часть это именно первая так скажем входная зона, где у нас есть пруд, центральная аллея. И как раз таки на благоустройство этой территории нам выделены были средства. То есть мы запланировали благоустройство входной группы, где у нас есть горка. То есть очень хорошая полянка для проведения различных мероприятий и планируется добавить туда детскую площадку, возможно, спортивную. То есть здесь у нас еще корректируется, так скажем, мероприятие. То есть у нас есть две основные опорные точки, это пруд и вот эта входная группа. По спуску к пруду было достаточно много вопросов, поэтому данный спуск, конечно, нужно адаптировать для всех групп населения, для того, чтобы он был доступен в любые погодные условия. Какой конкретно спуск мы имеем в виду? Там с нескольких сторон к пруду можно подойти? Самый основной самый широкий. То есть вот аллея, которая идет центральная, она на мостик выходит, вы этот спуск имеете в виду? Он там не облагорожен, без твердого покрытия? Он не то, что без твердого покрытия, он просто засыпан каменными и плитными основаниями с проволокой металлической, поэтому арматурой, да, и он достаточно неудобен для спусков в дождливую погоду. Ну и плюс нет, ни ступеней, ни поручней достаточно неудобно. С учетом того, что родители иногда и с колясками, ну на велосипедах еще проехать можно, но вот для колясок он совершенно не предназначен. Ну и плюс сделать какую-то именно общую картину для того, чтобы спуск полавно переходил в мостик, который нужно переделывать, он уже, так скажем, изжил свой срок. Ну и, собственно, вот выход на уже ту основную полянку перед прудом, которую можно добавить некоторые, может быть, спортивные сооружения, эти же детские. Прерываемся сейчас на полминуты и еще подробнее расспросим нашего гостя Алексея Устюгова, директора Кировского лесопромышленного колледжа, о том, как именно будет благоустраиваться Дендропарк в этом году и в ближайшие последующие годы. Продолжаем разговор, да, мы сейчас выясняем, как будет благоустраиваться Дендропарк, на какие средства уже частично мы поняли, потому что первый транш прошел в конце прошлого года, напоминаем, перечислила его компания Лукоил Парм, нефтепродукт, полное название, получается, Андрей Гаврилец, генеральный директор по договоренности с властями региона и города, решил присоединиться к проекту Дендропарк в новая жизнь. И вот сейчас я уже понимаю, что работа будет над входной группой еще раз. Горка справа, я помню, она такая симпатичная, конечно, полянка, но совершенно неблагоустроенная. Старая деревянная горка и там все нужно, безусловно, как мне кажется, переделывать. Дальше мы говорим о спуске с главной аллеи к мостику. У меня здесь масса вопросов, как вы на это смотрите, что это значит. Мы понимаем, много нюансов там, конечно. Сам мост и поляна перед прудом. Подробности узнаем прямо сейчас, после того, как примем телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Добрый день, Надежда. Да. Я считаю, что освещение в Дендропарке совершенно не нужно, потому что, ну кто нормальный человек будет гулять в темное время суток при освещении? Это рост криминальных случаев. И детские площадки, спортивные площадки тоже там не нужны. Это уже вот не Дендропарк, а парк отдыха. Спасибо, Надежда, за ваше мнение. Мы вас поняли. 211-101, номер телефона прямого эфира. Надежда, наша постоянная видимослушательница, раз сама знает, какой номер набирать. Мы обязательно этот вопрос обсудим. Давайте сейчас к подробностям по тому, что вы сказали. По реконструкции, по облагораживанию территории. Потому что вы сказали. Вот я смотрю на справку, здесь у меня указано, что кроме того, что реконструкция мостика планируется и спуска к пруду, есть еще оформление родника, мы знаем, что там бьют ключи, есть еще чистка пруда, очистка парка от сухостоя, ну и вот устройство детской площадки, мы уже поняли, вы имеете в виду площадку при входной группе около горки. Что касается очистки пруда и оформления родника, вы еще ничего нам не сказали про это. Ну, собственно, пруд сейчас стал излюбленным местом отдыхающих, и для того, чтобы он у нас не зацвел, береговая линия была достаточно аккуратная, возможно, ограждение сделать, чтобы не лезли дети в воду. А там вообще, в принципе, докупаются? Я не видел, потому что... Моржи окунаются там... Зимой? Это было зимой. И сейчас тоже. Летом бывают случаи, но редко. То есть просто сделать этот пруд именно местом созерцания красивого, там сейчас поселяются удочки, то есть облагородить береговую линию и почистить его... Не-не-не, тут, по-моему, надо принципиально понимать, либо мы все предпринимаем для того, чтобы туда никто не лазил, потому что мы знаем наклонности русского человека, особенно еще в определенном состоянии. Подождите, подождите, там такая история, во-первых, что касается купания, там есть только одно место, куда приезжают моржи зимой или вот летом. У нас есть коллеги, которые каждый день выкладывают фотографии о том, что они окунаются в этот пруд. Там есть специальная будочка исход для таких вот купальчиков. Она тоже сейчас совершенно разрушенная, исход там ужасно разрушенный. Вот ее будут оставлять и реконструировать или ее просто будут зачищать? Она на противоположном берегу центрального футболка? Здесь есть определенное правило для организации мест купания. То есть вот тут мы еще пока не определились, то есть как соблюсти эти нормы для того, чтобы сделать ее официально разрешенной. Она неофициально там работает сейчас? Нет, конечно. Значит, что касается самого пруда, насчет купания и уточек. Вот сейчас пруд такого химически зеленого цвета. Кислот. С чем связан такой цвет воды? Из-за небольшого поступления воды родников, то есть обновляется он достаточно медленно. Ну и плюс заросла береговая линия, то есть деревья именно произрастают вот прямо в самой воде, то есть туда падает листва, и от этого он, так скажем, заболачивается немножко. Я помню, что то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году как раз активисты из Вятского государственного университета брали пробы воды и обрабатывали эти пробы. Они у вас есть? Нет. Это был целый проект, когда, собственно говоря, хотели исследовать все дно этого пруда с помощью эхолокадров и брать различные пробы. Вот я вам подкидываю такую идею. Можете связаться с соответствующим департаментом, который сейчас заказ еще от вас получил на различные исследования. У них эти пробы воды должны были быть. Что касается благоустройства родника, как оно видится? Ну, там родником его сложно назвать. Там ключи из-под земли бьют. То есть они не стекают откуда-то там из склона, а именно из-под земли бьют ключи. Ну, то есть попробовать сделать эту будочку для того, чтобы... Будку сделать над ними, над этими ключами. Огородить какой-то навес? Огородить или навес мы пока вот сейчас сомневаемся, но нужно, чтобы был хороший подход и сверху с горки спуск нужно делать. И, собственно, от основной аллеи для того, чтобы можно было попить, набрать воды, то есть достаточно чистая там вода должна быть, и место для, может быть, каких-то фотографирований, съемок. Алексей, там сейчас маленький мостик вот над этой песчаной площадкой, из которой снизу, Володь, бьют ключи. То есть они не стекают. Там я никогда не видела, чтобы набирали воду, например. Просто наблюдают, как бьют эти ключи, потому что... То есть они тут же бьют, и тут же все это в землю уходит. Да. Ну, как бы стекает ручейком вот в этот пруд. Я и так себе это представляю сейчас. Огораживать это еще будкой с навесом? Ну, это все пока такие планы. Я думаю, что это еще может откорректироваться. У нас есть около полутора месяцев, поэтому это все обсуждается. Но это нужно будет сделать. Это как-то официально уже закреплено, что это нужно в этом году и сделать? Нет. Нет, это просто планы, перечень каких-то работ. И вот теперь несколько вопросов по тому, что вы уже сказали. Итак, не зря нам Надежда позвонила. У всех свои взгляды и виды на Дендропарк. Мы провели здесь в рамках нашей программы множество опросов, голосований под Дендропарк, что вы хотели бы там видеть и как он мог бы преображаться. Так вот, что касается детской площадки, я, может быть, даже солидаризируюсь в какой-то части с Надеждой. Потому что, к сожалению, детские площадки или к радости, сейчас которые устраиваются в городах России, они стандартизированы. Они имеют яркий вид. Это используется пластик с деревом, используются мягкие покрытия и прочее. Я, несмотря на... Нет, можно индивидуально сделать, конечно, но это стоит намного дороже. Мы не знаем пока. Можно. Любые приходи за ваши деньги. Тут тоже, по-моему, работает этот присказ. Вот. Ну, то есть они вот такие сейчас эти площадки. И если представить себе такую площадку в Дендропарке, вот тут, вот в этой части я с Надеждой абсолютно согласна, это, на мой взгляд, будет вопрос ее уместности и вызывает большие вопросы. С другой стороны, достаточно открыть там пост какого-нибудь господина Варламова, который показывает, как могут детские площадки в природные ландшафты вписываться, когда используются натуральные материалы, натуральные цвета, цвета дерева и зелени, песчаные насыпи и прочее. И это может очень гармонично вписаться. Но один проект, конечно, тут, Володь, я с тобой согласна, может стоить каких-то денег, плюс требуется воля на то, чтобы сделать именно такой объект. Вы себе как представляли детскую площадку? Ну, конечно же, использование деревянных натуральных материалов и, возможно, небольшой насыпи для того, чтобы именно в месте построения этой площадки не вытаптывалась именно земля, потому что растительность, она должна присутствовать и выглядеть это все эстетично. Так как сейчас мероприятия проводятся не системно и периодически все равно вытаптывается это место, эта полянка, нужно именно понимать, где будет сама площадка, а где, возможно, должно остаться зеленая красивая лужайка. Кто работает над разработкой этого проекта и заказан ли он уже кому-то? Нет, пока не заказан. То есть у нас проект эскизы делают наши преподаватели садового парка ландшафтного строительства. Вот, если на самом деле вот мы постараемся предоставить общественности хотя бы предварительный проект для того, чтобы понять, может быть, на самом деле она не нужна, данная площадка. Может быть, мы каким-то образом... Ну вот горка у нас используется только в зимний период. В летний период она достаточно так простаивает. Поэтому либо она должна просто выглядеть и вписываться в ландшафт летом и функционально работать зимой. Может быть, это остановится вот все на... опоясать какими-то растениями, вьющимися... Тут сразу вспоминается... Большой зелено-цветочной композицией. Да. Сразу, понимая, сколько это стоит, сразу вспоминается опыт наших коллег, которые работают над проектами Дворца пионеров «Мемориал», парка «Мемориал». Они организовали конкурс проектов и им присылали со всего мира буквально проекты того, как видят себе парку, прилегающий к «Мемориалу» в соответствии с тематикой этого парка. Вы с коллегами можете пообщаться и устроить такую историю. Кроме того, у них там краунфандинговая платформа, они еще привлекают деньги для того, чтобы преобразовывать это место и осуществляют опросы населения. А у вас есть замечательная совершенно площадка, которая на данный момент пустует. Напоминаю, что на сайте администрации города Кирова adamkirov.ru есть раздел «Киров меняется», и в этом разделе есть проект «Дендропарк. Новая жизнь», как приоритетный проект определенный у руководителя нашего города, он пока вообще никак не запомнил. Там чистая страница, но там уже есть тычки, такие есть предложения, есть вопрос и новости проекта. Вот, в принципе, в эту платформу, не создавая ничего нового, можете использовать для того, чтобы изучать общественное мнение и привлекать как-то внимание граждан и спрашивать их совета. Как вам такое предложение? Да, замечательно. Мы учтем, потому что на самом деле нужны платформы, которые наиболее посещаемы и наиболее активные жители там оставляют свои комментарии. Это сейчас самое удобное для, ну, вместо социальных опросов, вместо хождения по улицам и тому подобное. То есть... Ну, просто если вы говорите, что мы хотим опросить жителей учесть их мнение, то вот, пожалуйста, вам уже создано это место, тем более это сайт администрации, а мы уж точно поможем вам привлечь туда максимальное количество внимания, чтобы вы получили правильную выборку. А, кстати, Алексей, раз уж Дендропарк признан официальным памятником природы, вот это преобразование, да, ну, пока вот на таком минимальном уровне потребуется ли оценка еще природоохранного ведомства или все уже согласовано вот в процессе тех собраний, совещаний? То есть вот когда дизайн-проект будет готов, будет понятно, что вы хотите сделать, экологи должны будут еще это раз посмотреть? Да, это будет. Не нанесет ли это вреда растительному миру? Там все-таки более четырех сотен уникальных деревьев и животных там очень много. Ну, будет государственная экспертиза данного проекта в соответствии с результатами исследований. И будет принято решение по факту этой экспертизы, возможно реализация проекта в условиях особой охраны или нет. Экспертиза это уже будет таким последним шагом перед тем, как работы стартуют. Ну, потому что проект это разовое мероприятие, которое завершится, тем более, в короткие сроки, там, в течение трех месяцев. Поэтому вот конкретно только на этот проект. Мы продолжим подробно расспрашивать нашего гостя, директора Кировского лесопромышленного колледжа Алексея Устюгова, о том, что и как планируется сделать в этом году в Дендропарке. Сразу после короткой рекламы выведем в эфир Юрия Захарова, генерального директора девелоперской компании «Железно», который, со своей стороны, скажет, что компания намерена сделать и предоставились ли такие возможности в Дендропарке. Продолжаем наше общение с Алексеем Устюговым, директором Кировского лесопромышленного колледжа. Наш редактор, она лучше нам показывает, что мы подключили Юрия Захарова, генерального директора девелоперской компании «Железно». Юрий Анатольевич, вы в эфире? Добрый день. Добрый день. Приветствуем вас. Вот мы специально Алексея попросили неподробно рассказывать за вас. Он упомянул, да, ту часть работы, которой занимается компания «Железно» по приведению в порядок Дендропарка. Мы много, еще раз напоминаем, посвятили этому времени в эфире. Итак, вам слово за свою часть работы. Хотелось бы, чтобы вы еще раз проговорили о своих планах. На этот год? Да, на этот год. Ну, а планы на этот год они остались прежними. То есть, по-моему, озвучивали уже несколько раз. Это сделать благоустройство Дендропарка в части освещения велосипедно-лыжной трассы, устройство досуговых зон, там, скамеечек, лавочек, урн. И, каким образом, подготовка основания для того, чтобы оно было удобно для, как раз, проведения этих спортивных всех мероприятий. Напомните, это в какой части Дендропарка такие планы? Насколько я понимаю, нам разрешили работать в лесной части Дендропарка, то есть, это та часть естественного леса, которая примыкает к искусственно высаженному парковому формату. Ну, вот смотрите, согласно той справке, которую мы получили из правительства, в этом году на деньги, которые перевел Лукойл, планируется чистка пруда, реконструкция мостика, спуска к пруду, оформление родника, очистка парка от сухостоя, устройство детской площадки. Мы-то знаем, что одно только устройство детской площадки больше миллиона рублей всегда стоит, если она приличная. Если вспоминать ППМИ, то там суммы довольно немалые. А уж если ее разрабатывать серьезно, чтобы она вписывалась в сам Дендропарк, в той части, о которой говорит наш гость Алексей Устюгов, и выглядела как природный объект все-таки, а не вырвигалась площадка, извините, пожалуйста, за сравнение, пластиковая, против которой вот даже надежда выступает наш слушатель, позвонившая нам. То мы понимаем, что вот эти деньги лукойловские не участвуют в проекте по устройству освещенной тропы, о которой вы говорите. Это будут только деньги компании «Железно». Ну, видимо, да. И тогда все-таки хотелось бы пояснений, потому что прошло уже немало времени, почти два года, с тех пор, как ведутся эти разговоры. Вот сейчас все-таки на какой стадии эта история? Потому что, если у нас нет устройства этой тропы в справке, которую нам правительство предоставило, то когда же официальная информация может появиться? Мы сейчас согласовываем проектные решения, они регулярно меняются. Нам на сегодняшний момент, насколько я знаю, запретили прокладку линии освещения воздухом и рекомендовали закопать. Причем год назад у нас была обратная история, нам запрещали копать там. Поэтому мы с этими вопросами сейчас разбираемся, пробуем с экспертизой экологической эти вопросы решить, закрыть и принять уже окончательное технологическое решение, каким образом у нас будут освещаться эти дорожки. А какая структура непосредственно этим занимается? Можно озвучить? Верхом прокладывать либо под землей? Мы работаем с экспертами, я сейчас точно не скажу, к какому учреждению они относятся. Мы обязаны спройти к этой экологической экспертизе, вот этим сейчас и занимаемся. Ну, раз экологическая экспертиза, это Министерство экологии. Юрий Анатольевич, вот согласно справке, работы в Дендропарке можно проводить только с 15 июля по 15 октября. Это всего три месяца, у нас еще нет утвержденных документов по тропе, вы думаете, что-то успеем в этом году? Три месяца достаточно, срок для того, чтобы эти работы начать и завершить, потом я проблем не вижу. Главное, чтобы мы к 15 июля имели окончательное разрешение на проведение этих работ, согласованным форматом этих работ. И вот очень интересный вопрос, мы тут в перерыве с Алексеем и Владимиром обсуждали, все-таки, как должны выглядеть дорожки в Дендропарке, пешеходные или спортивные специальные? Есть ли материалы, которые позволяют вписаться и в ландшафт, выглядеть вполне себе природно, но испытывать там серьезную нагрузку, потому что все-таки народу многое ходит в Дендропарк, люди любят это место. Это, видимо, больше к вам к человеку, и как к специалисту в том числе. Как к специалисту, именно. Я думаю, что с учетом требований к сохранению естественного состояния природы в Дендропарке, решение, которое, наверное, возможно, это укрепление этих дорожек путем щепы, щепы, социальные щепы, которые сформируют это основание, оно не будет хорошо тренировать, будет, то есть оно не будет намокать, разваливаться, продавливаться и так далее. Это щепа, вы имеете в виду сейчас вот дорожку, которую вы будете делать? Да, дорожку трамбуру. По крайней мере, лыжники, с которыми мы общались, вот эта спортивная лыжная школа, они рекомендуют подготовку для лыжной трассы делать именно этим способом. Лыжная-то лыжная, а летний период? Пешеходы, прогуливающиеся. Ведь она же трамбуется, то есть она достаточно как бы жесткая. Но это специальная какая-то щепа, это не то, что неопил какой-то, да? Нет, это неопил, да, то есть я оговорился, это неопил, это щепа. Она специально обработана как-то? Я думаю, что нет, просто щепа деревянная. Она время от времени требует замены, ну, то есть это там несколько лет и подсыпает сверху новый слой этого щепы. Ну, из опыта, я так понимаю, это, конечно, бюджетный вариант, но объемы щепы, которые нужно туда утрамбовать, достаточно приличные, по-моему, получается. Ну, да, согласен. Определена, нам сказал Алексей, что определенный контур этой дорожки и протяженность. Вы помните на память какова протяженность этой дорожки? На сегодняшний момент прошли с специалистами, единственное, что сейчас мы должны согласовать, у нас часть трасс лыжной, которую хотят сделать, ушла на территорию, ну, или, по крайней мере, напрямую проходит по территории искусственной части Дендропарка. То есть лыжники сейчас катаются таким образом. Протяженность этой трассы 2,7 километра. Вот, если нам разрешат зайти в искусственную часть Дендропарка, то мы сделаем 2,7 километра. Если нам не разрешат, то мы будем вынуждены чуть сократить эту трассу и провести только по естественной части. А лыжники, я думаю, зимой все равно будут по старому маршруту нарезать. Наверное, да. Подробнее еще об этом поговорим завтра с Юрием Захаровым в программе «Разворот на бизнес», куда мы пригласим как раз компаний, которые несут социальную ответственность, сами присоединяются к проектам или их придумывают для благоустройства и изменения нашего города к лучшему. Юрий Анатольевич, спасибо. Спасибо. Вот я, Алексей Устюгов, еще хочу спросить. Ну, вы как руководитель Кировского лесопромышленного колледжа, но все-таки за вами или вы или под вами коллектив, как обычные студенты, преподаватели относятся к этому природному объекту. Тут не дал мне возможность ни про мостик спросить, ни про спорта. У нас есть еще время. Уже про отношения. Просто мы прочитали в материалах перед подготовкой, что все-таки студенты привлекаются для уборки этой территории. Что делается с силами лесопромышленного? Уборка — это часть определенных практик, практических занятий, которые они проходят в рамках своего образовательного процесса. Уборка как образовательный процесс? Нет, это часть того, что когда они выезжают, то есть совместно с другими подведомственными учреждениями Министерством экологии, лесного хозяйства, мы совместно как граждане, активисты выступаем в рамках приборки Денера Парка. А остальное время, конечно же, это практики по геодетическим лесовосстановлению, сбор гербариев, подрезка кустарников, то есть они учатся именно определенным навыкам своей будущей профессиональной деятельности. И если мы посмотрим на разделение зон, изначально, которое было в 2009 году, когда создавался памятник, то отдельно выделен вообще опытный участок для того, чтобы проводить образовательный процесс. Изначально-то он был создан для того, чтобы обеспечивать лесовосстановление в рамках этого парка. И как раз-таки, когда мы его приняли, то в наших планах все-таки этот опытный участок восстановить и сделать именно такую базу для подготовки специалистов в лесной отрасли. Спасибо, я получил ответ на вопрос. Мы обязательно пригласим Алексея Устюгова на нашу программу «Урбан», где мы будем говорить как раз об озеленении, способах озеленения, качестве озеленения в нашем городе и подготовке специалистов. Здесь как раз тема для вас в этой части. Давайте мы все-таки закончим, потому что остается буквально 4 минуты до завершения эфира с тем, что планируется и что может быть. У меня несколько вопросов возникло, когда вы сказали про то, что нужно изменить спуск к мостику, и вы упомянули поручни и ступеньки и само покрытие. Не будет ли тут... Я, например, опасаюсь, что там возникнут какие-то искусственные строения, которые нарушат общую природную архитектуру этого парка. Не будет ли там асфальта, не будет ли там плитки какой-нибудь, не будет ли там слишком много железа? Нет, все материалы, которые мы планируем использовать и для ограждений, они, конечно, натуральные должны быть, для того, чтобы вид совершенно не терялся именно памятника природы и природного объекта как такового. Поэтому ступеньки, они возможны только в самых крутых местах. С учетом того, что там какие-то ступеньки были сделаны именно бетонным основанием, то это, конечно, надо убирать. По крайней мере, деревянные аккуратные ступеньки с площадками, возможно, либо с пандусами, они вдруг впишутся, но это пока у нас обсуждаемо. То есть, когда приходишь на этот спуск, по крайней мере, те торчащие арматуры и камни, которые там есть, это надо убирать. Если не будет устраивать какой-то вариант поручных ступенек, то, конечно, это уберется. То есть, здесь ничего страшного пока не сделано. Да, и очень важный вопрос еще раз. Возвращаемся к деньгам. 924 тысячи, которые перевел Лукойл, из них 100 тысяч уже по контракту уходят в АДГУ на работы по научно-изыскательским, на научно-изыскательские работы на предмет возможности реализации проекта. То есть, уже 800 остается там, да? Когда будет этот проект реализован и что он в себя включает? Этот проект должен быть как раз-таки реализован одновременно с проектом «Железно» до конца года. До конца июня работы по договору должен ВУЗ выполнить. По 17 июня. Да, справку должен для Министерства охраны и окружающей среды они должны предоставить. То есть, это не проект, это именно аналитическая справка для того, что возможны ли работы в данных условиях и в соответствии с режимом особой охраны. Это весь они парк исследуют, да? Нет, они будут исследовать прилегающие места к тем территориям, которые планируются. Где будет работа непосредственно запланирована. То есть, весь парк такого нет, такой нет у нас задачи на данный момент. Дополнительные источники финансирования сейчас как-то пока рано, с осторожностью об этом можно говорить. Вообще, сам-то колледж занимается этим или нет? Вы лично. Ну, ваше, которое вы учреждение, да, возглавляете. финансированием занимается? Наше участие пока с точки зрения именно содержания и поддержания вот, так скажем, режима особой охраны. То есть, обработка парка от клещей сейчас уже мы на себя ее взяли. Завершилось уже, да? Да. Вывоз мусора, который мы периодически, по крайней мере, этим летом точно уже будем заказывать контейнеры сами. В последующем, по идее, нужно централизованную систему, конечно, вывоза мусора с учетом тех, такого количества урн, которые там есть. То есть, мусор стал скапливаться именно в них. Ужас, как стал скапливаться. То есть, и поэтому, так как люди все равно относятся к этому месту как к парку, то есть, они несут с собой очень большой объем стекла, пластика и тому подобное. То есть, чем больше мы будем делать урн, тем больше они все равно будут наполняться. Но вот за этот год, по крайней мере, на весеннем нашем небольшом субботнике, мы заметили, что никаких новых образований не было. То есть, мусора, как такового, не образовалось. И мы почистим оставшуюся, прилегающую территорию, потому что второй год мы до сих пор не вычистили то, что там скопилось за последние 20 лет. То есть, там видно, что бытовой мусор, он именно даже постсоветский, так скажем. Ну, по тендропарку есть еще о чем поговорить в подробностях. Мы будем продолжать освещать эту тему. Радостно, что принято уже решение, что поступают первые благотворительные взносы. Глядишь, парк превратится в какое-то такое общественное пространство, которое еще и зарабатывать начнет на собственное содержание. Потому что мы еще не поговорили, это отдельная тема, мы уже обещали, что в Урбане про озеленение, проговорим про восстановление питомника, который требует, безусловно, внимания. И это все, я надеюсь, произойдет у нас в июне и июле уже этим летом. А пока благодарим Алексея Устюгова, директора Кировского лесопромышленного колледжа. Тему про дендропарк закрываем. В начале следующего часа развернемся на Баркэмп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова